Впервые за 40 лет в Кашхабском районе был проведен чемпионат Республики Адыгея по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Мероприятие прошло на базе Кашхабльской школы номер 2. Открыл торжественную часть председатель Федерации по тяжелой атлетике Республики Адыгея Али Богус. Уважаемые гости, сегодня впервые за последние 40 лет соревнования такого уровня, как лично командное, проводятся в Республике Адыгея по тяжелой атлетике. И еще отличительным является то, что соревнования такого рода проводятся за пределами города Майкопа, скажем, района, филиала. Я вас всех и поздравляю. По итогам проведенных сегодня соревнований будет сформирована команда Республики Адыгея для участия в Южном федеральном округе в конце мая, в начале июня месяца этого года. Всем спортсменам желаю успехов, тренерам тоже самых успехов. Дерзайте, выполняйте результаты. Спасибо за внимание. К тяжелым атлетам обратился директор спортивной школы по тяжелой атлетике Республики Адыгея Рамазан Сиюхов. Еще раз разрешите поприветствовать всех участников данного чемпионата. После колеи Зорбичича хочется подчеркнуть, сейчас мы начали проводить все соревнования, посвященные каким-то памятным событиям. Хочется сказать, что 26 апреля, если я правильно говорю, 86-го года произошла авария Чернобыльская, 4-я лет Чернобыльская АЭС. Данная авария расценится как самая крупная в истории атомной энергетики. Большой выброс радиоактивных веществ упал на территорию Украины, Белоруссии и ряда областей Российской Федерации. От нашей республики, тогда республика, область была, отправили туда 720 ликвидаторов, так скажем, которые зачищали эту территорию. Вот сегодня мы пригласили одного из наших ликвидаторов, участника, Санашотов Камазан Адорович. Хотели дать ему слово, ваше победу. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям и приветствую, которые у нас было сказано в предыдущих выступающих. Всем участия желаю крепкого здоровья, хороших результатов. И когда вы ходите на помост, чтобы любой вес, который вы заказали, чтобы был взят. И та проблема, которая сегодня поднимается насчет ликвидаторов и неуправляемого атома, чтобы это в вашей жизни никогда не повторилось. Удачи! В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов, профессионально занимающихся тяжелой атлетикой. Внимания зрителей, которых в этот день собралось немало, было приковано к единственной участнице женского пола. Дарья Косолапова из города Майкопа выступила успешно, гладко выполнив все упражнения. Приятный дополнительный подход. Дарья Косолапова из города Майкопа выступила успешно. Баллов, набранных спортсменами в двух соревновательных категориях «Рывок» и «Толчок». Отрадно отметить, что два тяжелоатлета из нашего района стали призерами и заняли первые места в разных категориях. Это такие, как Аслан Бзасежа в весовой категории до 56 кг и Рамазан Выков в весовой категории до 62 кг. Все призеры и победители были награждены медалями и грамотами.